Остеоартроз Мы, как всегда, обратимся к специалистам медицинского центра «Гиппократ». Сегодня в программе. Остеоартроз. Причины, способы лечения, методы профилактики заболевания. Существуют ли альтернативы традиционному гипсу и возможно ли избежать деформации стопы любительницам высоких каблуков? На эти и другие вопросы отвечает врач-травматолог медицинского центра «Гиппократ». Рыбный пудинг из трески. Рецепт этого блюда в рубрике «Здоровая кухня». Остеоартроз относится к числу наиболее древних заболеваний человека. Факторами риска развития остеоартроза являются возраст после 40 лет, избыточная масса тела, постменопауза у женщин, остеопороз, различные операции на суставах, рот деятельности, связанные с физической нагрузкой. Остеоартроз – это заболевание, в основе которого лежит поражение всех компонентов сустава, прежде всего хряща, также ткани сустава, связок, капсулы и околосуставных мышц. Причины развития остеоартроза – это несоответствие между механической нагрузкой на сустав и его возможностью противостоять этой нагрузке. Чаще всего причиной остеоартроза являются травмы сустава. На втором месте стоят дисплазии сустава – это врожденные особенности, которые нарушают биомеханику сустава. Воспаление сустава при ревматоидном артрите, гнойных артритах, также часто приводит к вторичному остеоартрозу. Различают три стадии остеоартроза. На начальной стадии заболевания сустав теряет способность реагировать на привычную нагрузку. Пациенты жалуются на боль при движении. На второй стадии остеоартроза начинается разрушение хряща. Боли становятся более интенсивными. Третья стадия остеоартроза – это выраженная костная деформация опорной пластинки сустава. Боли уже очень интенсивны и появляются резкие ограничения движения. Основной метод диагностики остеоартроза – это рентгенография сустава. Как вспомогательный метод можно использовать УЗИ сустава, магнитно-резонансную томографию, компьютерную томографию. Лечение остеоартроза – это очень длительный процесс. Курсы лечения рекомендованы проходить два раза в год. Помимо медикаментозной терапии, направленной на снятие болевого синдрома и профилактику разрушения хрящевой ткани сустава, используют также физиотерапию, лечебную физкультуру, санаторно-курортное лечение. При выраженной третьей стадии остеоартроза пациентам рекомендуется оперативное лечение – это эндопротезирование пораженного сустава. Для профилактики остеоартроза рекомендуется следить за массой тела, избегать физических нагрузок, поднятия тяжести, длительной ходьбы по неровной поверхности. Полезно заниматься лечебной физкультурой и плаванием. Боли, ушибы и травмы. С такими неприятностями может столкнуться каждый. И потому вопросов к врачу-травматологу немало. Продолжает программу рубрика «Скажите, доктор». Наша справка. Иванова Надежда Геннадьевна. Врач-травматолог, ортопед, врач-хирург медицинского центра «Гиппократ». Стаж работы – 10 лет. Скажите, доктор, есть ли альтернатива гипсу при переломах? Альтернативой гипсовых повязок являются повязки из полиуретановых бинтов, которые отличаются своей легкостью, прочностью, не боятся воды и не препятствуют рентгенологическому исследованию. Есть также материал турбокаст, который в горячей воде размягчается, а затем, впоследствии, при температуре тела принимает форму конечностей и формирует жесткий ортез. При частом ношении обуви на высоких каблуках может образоваться косточка на большом пальце. Можно ли это предотвратить? Для профилактики развития вальгусной деформации стоп и поперечного плоскостопия рекомендовано отказаться от ношения обуви на высоких каблуках с узким носком. И также для профилактики необходимо носить ортопедические стельки для разгрузки передних отделов стопы и межпальцевые силиконовые перегородки. Скажите, доктор, а что делать для профилактики травм у людей, занимающихся спортом? У спортсменов, как правило, травмируются суставы, поэтому для профилактики необходимо ношение ортезов на суставах, таких как наколенники, налокотники, ограничители ноголеностопные и лучезапястные суставы. Говорить о пользе любимицы севериан трески можно бесконечно. Плотное нежное филе трески – источник белковых соединений и ценнейших аминокислот. А жировая составляющая этой рыбы включает ненасыщенные жирные кислоты. А как приготовить рыбный пудинг, узнаем прямо сейчас. Нам понадобится 500 грамм трески, 3 луковицы, 5-6 помидоров, 1 сладкий красный перец, пол чайной ложки сахара, 2-3 зубчика чеснока, 2 лавровых листа, растительное масло, соль и перец по вкусу. Необходимо помыть и почистить рыбу, сварить ее в подсоленной воде с лавровым листом. Как только бульон закипит, снять кастрюлю с огня, вытащить рыбу, порезать ее на небольшие куски. Почистить лук, мелко порезать его и пассеровать в растительном масле. Добавить порезанные помидоры и сладкий перец, посолить. Добавить черный молотый перец, сахар и тертый чеснок. Доваривать, тушить соус на маленьком огне еще 15 минут. В форму влить соус, положить слой рыбы и снова полить соусом. Поставить в духовку на 15 минут. Готовое вкусное блюдо посыпать петрушкой. На сегодня все. Это была программа «Ваш доктор». Напомни, нас можно увидеть в кабельной сети АТК и в интернете на портале правдосевера.ру. Пишите нам на электронный адрес инфа собака.пс29.ру. С вами была Елена Гончарова. Всем здоровья и удачи. Увидимся на телеканале ПС. Спонсор программы «Ваш доктор» – медицинский центр «Гиппократ». Адрес – город Архангельск, проспект Советский космонавтов, 180. Телефон 276-393. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова